Опекуны Марина и Сергей вот уже пятого ребенка ведут в школу. Одни дети выросли, а с Евой все как первый раз. Непременно перед первым сентября надо познакомить девочку за школьным двором, где для нее прозвенит первый звонок на урок. А пока она только наблюдает, как старшие школьники репетируют перед линейкой. Все вместе подходят к памятнику Екатерине II. Отец объясняет, почему в школе с казачьим уклоном установлен бюст императрицы. Мама и папа всегда рядом даже в такой новой для Евы обстановке. Такие близкие, родные, любимые и надежные. А для девочки это абсолютное счастье. Ну а для взрослых счастье, когда она улыбается. Оживление что ли появилось. Особенно младший сын очень рад ей. Он с ней нянчается, ему не скучно, короче. Занимается с ней, он ее читает, там писать. Сегодня Еве предстояло увидеть первый раз своего школьного учителя. Волнительные встречи, но Наталья Геннадьевна оказывается как мама добрая. У нас с тобой все получится, да? Все, четыре года. Четыре года мы с тобой. Ну что, такой красивый Кутин. И получается в школьных стенах совсем не страшно. Семилетняя Ева уже знает, как поднимать руку на уроки, пробует силы в чтении. Я хочу учиться на пятерке. Перед началом нового учебного года двери школы уже открыты для первоклашек. Психологи советуют родителям заранее появиться здесь, но педагоги утверждают, что нынешние дети увереннее тех, кто приходил в школу 10-12 лет назад. Поколение первоклассников с каждым годом все более мобильное и мобильное. То есть без всяких комплексов идут спокойно дети. Не так, как вот когда в 2002 году я стал директором, там родители уговаривали, плакали дети, как детский садик. Сейчас адаптация очень, будем говорить, быстро происходит, поэтому они спокойно приходят. В Сочи все чаще семьи обращаются в опеку, чтобы взять приемного ребенка. Помощь им оказывают психологи и юристы. Но Управление семьи детства, администрации города считают, что делать шаг навстречу малышу нужно вполне осознанно. Ребенок не игрушка, конечно же, его надо брать в семью насовсем. И если ты готов уже взять ребенка, ты его должен брать. Со всеми его недостатками, со всеми его проблемами. Потому что, вы сами понимаете, у каждого человека свой характер. Естественно, что надо находить подход друг к другу. А любовь победит все, наверное, так. У Марины и Сергея Геллерда любовь, проверенная временем и поступками. Вместе с дочкой они уже 4 года. Сегодня мы все вместе договорились с Евой, что она побывает в роли юной актрисы, с чем она вполне успешно исправилась. А в конце съемки написала на доске мелом так, как и заканчивается ее любимый яролаж. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.